Как раз, друзья, дорогие подписчики и гости моего канала. По-моему, она даже бабочка. Красавица. Две. Два цветочка выпустила. Формоза. Да, посмотрите, какое несчастненькое растение. Маленькое, аккуратненькое. Листик скрутился. Вот цветочек выдал. Обалденный цветочек. Бабочки. Супер, я очень рада. Повторилась опять бабочка. А эта красотулечка мне выпустила. Какой-то длинный цвет у нас. Эти растения очень чувствуют весну. Это у меня, знаете, какой цветок? Тарина. Тоже была бабочка. Интересно повторит. Опять бабочкой. Будет цвести или нет? Тоша еще цветет. Уже год цветет. Тоша уже последний цветочек выпускает. Вот он пустил заново почечку цветочную. Тут не пустил. В одном месте только пустил. А цветочек долго держится. А, вот он пускает. Раскуплилась. Прикол. Еще посмотрим Тошеньку. Моя парфюмерочка пошла в рост. Пустила цветонос. Дифьюжн. Смотрите, какие-то цветочные почки какие-то. Нету их погрызанной, что ли. На конце два цветочка. Непонятно. И там вон скрученная кукарячка. Листики у нее такие крапчатые. Дифьюжн. Она вообще парфюмерочка напахнет. Но эта красавица формоза меня удивила вообще. Две цветоносик был и две почечки. Видите? И они резко обе открылись. Прикол. Приятно. А сейчас я вам хочу показать новинку. Какую красоту я приобрела. Смотрите. Это у нас. Попривозили орхидею на 8 марта. И посмотрите, какая бабочка. Прекраснейшая. Попалась в коллекции. Я как увидела. Мне вообще не надо было уже лишние орхидейки. Я как увидела, я не могла отойти. И сказала тебе, она мне нужна. Она должна быть у меня в доме в коллекции. Смотрите, как красотулечка. И само растение тоже крепенькое. Листиков много. Стволик хороший. Корни вообще обалденные. Это будет орхидея. Самая мощная, живучая. Посмотрите, я ее вовремя купила. Нигде никаких пятнышек. Ничего. Еще не распечатала. Она у меня стоит на адаптации. Вдали от других орхидей. Ну, бабочка суперовая. Я очень рада, что я ее купила. Но не пахнет. Название не было написано на горшке. Ну, это какая-то черри классная. Ну, такая цвет у нее. Бурячковый. Кто знает название, пишите. Мне приятно быть точное название узнать на бомба. Бабочка-бомба. Как говорят, бомба-ракета-петарда. Это все про нее. Это сказка, а не растение. Суперушка. Я рада очень. Эту орхидейку я тоже купила. Вот и бэ у нас. Я думаю, что это пандора. Если кто-то думает по-другому, напишите. На ней появились пятнышки. Наверное, скоро отцветет. Новых пока нет. Почек цветочных. Вот пока на старых цветочки цветут. Тут не сбрасывает. Не стрессует. Вот, смотрите, почечка новая. А ну-ка. Может продолжить свое цветение. Мне кажется, это пандора. Если я не права, напишите, пожалуйста, что это за чудо природы. Стояние у нее тоже отличнейшее. Корней много. Я пересадила в керамзит. Сверху мох. Олеодорка, которую мы с вами пересаживали, тоже хорошо себя чувствует. Пересаженная олеодорка в керамзит. У нее еще был червец. Мы от него избавлялись. Вот, посмотрите. Цветоносца я не срезаю. Он и на с деточкой. С большой деточкой. Вот, видите, листики поднялись. Плотные такие стали. Шикарные. Идеальное состояние. Ждем от нее цветения. Цветы. Листья такие блестящие. Блестящие, хорошие. Корневая в отличном состоянии. Детка тоже прекрасно сочувствует. Выпустила новый листочек. И мамка, и дедка. Все у нее хорошо. Все у нее замечательно. Хорошее, блестящее растение. От червеца мы избавились. Каким образом? У меня есть видео. Смотрите. Вкратце скажу. Червец избавляется октарой. Октары от всех сосущих насекомых. Вредителей. И вот помогла моей орхидейке тоже. Октарочка. А это у меня стоит рианимашечка. Это вариатная орхидейка. Смотрите. Она начала опускать корни. У нее был один большой корешок. Вот она опустила уже один листочек. Молоденький. И опустила новые корешочки. Два, три корешочка. Он четвертый маленький опускает. Вот с этой стороны пятый. То есть она пошла в рост. Стоит она у меня над водой. Камушек поставил, аж мне переворачивался. Над ней чуточку воды. И один корень дотрагивается воды. Вот такая система. А в воду я добавила одно секретное средство. Какое? Если кому интересно, я расскажу. Это HB-101. Одна капелька на литр воды. И это чудесное средство воскрешает любую орхидейку. Рианимашки есть у меня еще другие. Я про них тоже подробно буду рассказывать. Такие корневые системы она навела. Вот так живут мои орхидейки без ламп. Просто от солнечного света. Если сильное солнце будет летом печь, я их буду прикрывать. Так как сохнут песочки, ожогов, чтобы не было. А лампу для своих растений, которые я буду выращивать в парничках и без парничков. Вот клубнику я выращиваю. Я поменяла вот на такие. Потому что те розовые были очень нехорошие. Мне не понравились. Я пошла купила другие лампы. Вот как клубника зашла. Шикарно, посмотрите. Под лампами. Это сорт очень хороший. Эти растения. Я буду выносить эти растения на улицу. Они ждут своего дня, чтобы выйти на улицу. Это я поделала череночки с розыбудной пеларгомии. Потом посажу в цветник. Она очень классно цветет. Это у меня вот такое растение. Не знаю, что она начала монстера засушивать листочки. Не пойму чего. Но она очень красивая. Видите, вариантная такая. Резкий такой будет переход. Потом это будет зеленая часть. Это белая часть. Она прикольная очень. Монстера. Это я виноград размножаю. Классные сорта у меня винограда. Кому надо. Сейчас скажу, как называется. Сенсация. А это другой сорт. Я его не подписала. Но я потом подпишу. Я помню, с какого куста я собрала. И покажу вам, какой октарой я пользуюсь. Октара вот такая. Развожу в этот пакетик. 1-4 грамма на 1,5 литра воды. Поливаю свои орхидеи. Мучнистый червец за 2-3 раза. Все исчезает. Интервал неделька. Ну, 10 дней. Через каждые 10 дней поливаю октары. То есть 3 октары. И червеца не бывало. Конечно, крупные экземпляры лучше повыбирать. Не ждать, пока они сдохнут. Лучше повыбирать и все. И убить. Все. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.